Девушки отдыхают В общем, слушай, ты же ведь напрягаешься по поводу своей женитьбы Что? Давай не будем об этом. Я готовлюсь к этому, вот и всё. К тому же я, может быть, ещё как-нибудь отмажусь Осталось четыре недели, Марк. Никуда ты не денешься. Слушай, как бы неприятно это не было, но я твой друг, и ты, конечно, не хочешь этого слышать, но я люблю тебя, и ты в своём сухом, сдержанном, странном и недружелюбном стиле тоже меня любишь Поэтому я наскрю последних денег, чтобы устроить себе на выходных настоящий мальчишник твоей мечты Правда? Да. Я заказал нам поездку на лодке по каналу в районе раскопок Железного века. Сможешь посмотреть раскопки или что хочешь делать, а я приготовлю нам стейки Ещё я заказал шахматы и научусь играть, но если у меня будет плохо получаться, то сможешь играть со встроенным компьютером Или я буду делать вид, что играю, а на самом деле будешь играть с компьютером Кри. Идёт? Ну, это здорово, это, кажется, даже интересно. К сожалению, как я сказал, я, возможно, в итоге не женюсь. Да? Да. Софи решила, что у нас что-то не так, и записала нас к консультанту по вопросам отношений Ясно. И поэтому ты такой радостный, потому что... Потому что всё выйдет наружу. Вся отвратительная дрянь. Она вытащит её наружу. Потребуется много часов, чтобы расколоть меня, но потом всё вылезет. И Софи не сможет кричать на меня, потому что это сделает профессионал. И я ни в чём не виноват. Это всё моё пресловутое подсознание. Я хочу, чтобы вы оба расслабились. Здесь то безопасное место, где я выслушаю всё, что вы захотите сказать. Вот так, поехали. Поле крика. Пыточная камера. Эмоциональный карцер. У вас скоро свадьба. Какие у вас ощущения? Она молодец. Начинается. Пусть всё выплывет наружу, только потихоньку. Марк. Я? Ну, я чувствую себя довольно уверенно. Естественно, есть небольшие сомнения. Не пережимай. В основном по поводу банкета. Ну, это вполне нормально. Софи, а как вы? Я совсем не так спокойна. Подождись-ка. Это всё? Со мной уже закончили? Она просто поверила тому, что я сказал? Что это за консультант? Она ничего не вытащила из меня? Как я должен пробить свой эмоциональный запор, если она даже не надавила на меня? К тому же Софи, помните, говорила по телефону о проблемах с сексом, имеющихся у вас... Извините. Имеющихся у вас проблемах с сексом. А, ясно. А у нас есть... Ну, я чувствую, что я не, как сказать, недоудовлетворена. Неудовлетворена? Ясно. Ну, я... То есть, я полагаю, я думаю, что, может быть, Софи одна из тех женщин, которые с большим трудом могут или вообще не могут получить, испытать... Нет, я совсем не такая. Понятно. Что бы вы сказали, если бы не нужно было думать ни о чьей реакции? Я бы сказала... Я сказала бы... Это будет что-то плохое. Часто, Марк, ты кончаешь намного раньше, чем я успеваю начать наслаждаться сексом с тобой. Спасибо тебе, Соф. Отлично. Ну, я приму это к сведению. Ну, все было замечательно. Мы отлично поговорили. Но, Марк, вы не спешите? У нас еще 45 минут. Правда? 45 минут. Чудесно. Значит, я буду платить по фунту в минуту, чтобы услышать, какой я слабак в сексе. Вот уж оно того стоит. Так хорошо выбраться куда-то. Да, мальчишник на воде. Давай-ка прибавим обороты. Нажми по сильнее. На самом деле скорость почти предельная. А если у нас возникнут проблемы? Сомневаюсь, что на канале Шропшир у нас могут возникнуть проблемы. Да, но это что, все? Это вообще все? Или будет не волни, а тяжки? Нет. Может мне на водных лыжах сзади прицепиться? Ну, попробуй на здоровье. Господи. Тогда давай остановимся здесь и пойдем выпьем, что ли? Джесс, сейчас 10 утра. А что еще делать-то? Сидеть тут, отмораживая яйца и болтать друг с другом? И о чем, блин, мы с тобой будем болтать? Не знаю. О чем-то. Прикалываться. Болтать. Ты разве не об этом думал, когда все это организовывал? Конечно, да, наверное. Так что, как настроение? Все же решил жениться, нет? Не об этом. Ясно, не об этом. А о чем тогда? Я не знаю, о чем говорить. Ты начинай. Эй, это зимородок? Ну, елки-палки. Если уж говорить, то давай о чем-нибудь нормальном, типа кино там. Ага. Кино. Потерять еще час жизни, пытаясь объяснить ему, что такое матрица. В воде выходные потрахаться ни с кем не светит, я чувствую. Может быть, напряг дойдет до того, что мы попробуем трахнуть друг друга? Джереми, ты обещал, что будешь играть с заметным интересом. Да? Ну, извини. Сразу чувствуется, что этой игре больше тысячи лет. Да, очень глубокая игра. Твой ход. Я не хочу больше играть. Потому что я выигрываю? Нет, не потому что ты выигрываешь. Я даже не понимаю, кто выигрывает. Вот, Марк, знаешь что? Насыпь бутылку, а я выпью. Что, на какой черт? Для смеха. Это же мальчишник. Нет, Джесс, если ты выпьешь мою мочу, мне будет не по себе. Ну, конечно. Ты мне даже мочу свою выпить не даешь. Я же не пытаюсь поцеловать тебя, Марк. Это жидкие отходы. Извини, но нет. Ты не дашь мне выпить свою мочу? С чего тебе вообще приспичило пить мою мочу? Да для смеха. Как тебе такая хренькова пришла? Мне просто скучно, ты понял? Отлично. А я бы дал тебе выпить свою мочу. Большое спасибо. Давай выберемся отсюда. Скухие яйца уже сволит. Пошли, найдем кого-нибудь. Перепихнемся. Не хочу я ни с кем перепихиваться. Я хочу взять твоего слона и покончить с тобой. Да, вот, бери, забирай. И лошадку бери. Давай, чувак. Пара пива, пара телок, да? Давай порычим, Тигр. Давай, Тигр! Поехали! О, Господи. А вот бы мне жить с шахматным компьютером. Компьютер не толкал бы меня на всякие глупости. Это твой мальчишник. Я заставлю тебя оттянуться. Это твой же мальчишник! Мне не нужно похмелье, Джереми. Я хочу уже почти спать к 11 вечера. Два ярда пива, пожалуйста. Это его мальчишник. Ярда? Серьезно? Алло, засни, Комарк. О, да. Они едят. Пошли поздороваемся. Нет, давай лучше не будем. Пошли, чувак. Нет, слушай, ну они едят. Мы пьем. Они уже хотят. Слушай, Джереми, не весь мир это журнал зоопарк. Не все люди постоянно хотят. У них множество других эмоциональных состояний. Тип каких? Ну, они могут быть задумчивыми, высокомерными, печальными, веселыми или просто тупыми. Да фигня. Они сексуальные хотят. Пошли. Господи. Приветик. Вот хотим спросить, как начнет потусоваться с двумя классами пацанами, типа, выебить вместе. Я очень извиняюсь. Почему бы и нет? Господи, какой ужас. Все так очевидно. Мы хотим не просто поболтать, не просто познакомиться. Они прекрасно понимают, что нам нужно. И самое ужасное, что и сами, похоже, не против. Я Аврора. Это моя сестра Люси. Джесс и Марк. Вы первые, кто заговорил с нами за весь вечер. Не считая парня из британского почечного фонда, стикер раздавал. Да, точно. Мистер Халява в поисках подаяния. Да. Ну, так что вам взять? Как насчет фута винца? А можно мне метр водки с дюймом тоника? Давай, Марк, не тормози. Подыгрывай. Это опасно. Вы смешали метрическую и английскую системы мер. У вас может быть междинаминационная, ну, из-за смешения разных систем измерения, вот такого типа похмелья. Лучше молчи, Марк. Ты социальный урод. Оставайся на своей территории. Так, здорово, ты из группы. Как она называется? Сейчас мы называемся разные артисты, чтобы заморочить народ с айподами. Думаем, станем известными через пару лет. Это нормально. А у вас прекрасная лодка. Мы тоже лодочники, любим поплавать. Вообще-то лодка папина. Ясно. Содержать ее, наверное, разоришься. Одна швартовка чего стоит. Блин, умеет он убить атмосферу. Извините, мамочку. Мамочка? А ваша мама не против, что собачку назвали? Нет, конечно. Мама умерла. Мамочка недавно родила кучу классных детишек, да? Озорная потаскушка, мамочка. Ясненько. А у тебя есть подруга? Формально невеста уже не подруга. Нет. До прошлого месяца у меня был бойфренд. Немного хиповато был на мой вкус, к тому же я все мямлил от чего-то. И однажды я повернулась к нему и говорю, Бенни, или займемся делом, или давай проваливай. Ну и что он? Да, как пуля. Льюс, поможешь мне найти спрятанную бутылку водяры? Господи, водка. Это будет оргия. Отлично. Расстрою троих человек, а не одного. Все классно сделает. Походу все складывается. Ничего не складывается. Слушай, да забудь ты про Софи, а? На мальчишнике можно пошалить. Как Пейдж в истории. Это когда он переспал с проституткой и заразил жену жуткой грибковой инфекцией? Все так делают. Ты смирись с этим, а? Она мне не нравится. Меня не тянет к ней. Думаешь, Пейджу нравилась та проститутка? Нет, конечно. Но он смог преодолеть это и трахал ее до утра. Я хочу лезть спать. Да нельзя тебе ложиться спать. Их двое. И нас должно быть двое. Это закон. Я пойду спать. Никуда ты не пойдешь, скотина. Нельзя говорить, что идешь спать в 9 часов вечера. Будешь сидеть здесь улыбаться и рассказывать о чем-нибудь смешном, что видел по телеку. И хватит уже трендить про евро. Мы уже в еврозоне, и ты ничего не можешь с этим бодилать. Мы не в еврозоне, Джереми. Так что проводи сам свой убогий вечерок. А я пойду почитаю Роя Дженкинса, провинцина Черчилля. Ну вот, папа вернулся. Привет всем. Вот черт. Так хотелось повеселиться. Вот и слава богу. Хотя может и нет. Она настолько не привлекает меня, что у меня могло получиться бы с ней очень надолго. Бесконечный, безрадостный трах. Я не надену их. Это ботинки Гитлера. Я не надену ботинки Гитлера. Какого хрена? Почему мы двигаемся? Это явно не Джереми. Кто-то пытается угнать нашу лодку. Пираты. Меня похищают. Доброе утро, морячок. Джереми, что за фигня? Я решил плыть вперед. Нельзя ждать им уйти. Так. Ага. Что-то новенькое. Приставание на воде. Неправда. Мы же по-дружески. Привет, коллеги. Джереми! Кто последним прибудет на ланч в ресторане Горсингтона, тот проиграл. Принимается. Жми на полную, Скотти. Отлично. Я Скотти. Он займется с лучкой с прекрасными незнакомками, а я буду вдыхать в машинном отделении вредный дым, чреватый раком. У меня сейчас нет ни с кем отношений, мне слишком часто делали больно, ты понимаешь, да? Билей. Правда? Да, у меня внутри как будто река боли течет. Вот смотри, прямо отсюда и идет вот сюда. Типа как было у Джима Моррисона. Руссел Брэнд. Пап, Джесс предложил съездить на шопинг, и водить умеет только он. С Джипом, думаю, справишься? Да, конечно, легко. Джип, как два пальца боссать? Наверное. Так ты кредит впариваешь? Да, в общем, впариваю. Мне бы пригодились твои мозги в Бангалоре, центр выдачи кредит. Господи, у вас столько разных бизнесов, как вы все это успеваете? Папа придумывает идеи, а потом нанимает кучу маленьких людишек, которые никогда не учились в университете, чтобы занимались деталями. Я с крупным бизнесменом посмеиваюсь над маленьким человеком. Здорово. Я ищу партнеры, которые могут бы помогать мне в делах. У тебя нет никого на примете? Кто бы мог мне помогать управлять? Хорошо, я подумаю. Господи, Индия. Это может быть выходом для меня. Прощай, Софи. Прощай, сексуальное унижение. Привет, Корриган, неоколониальный барон. Я на минутку подумал, что вы собирались пригласить меня. Это был бы для тебя огромный скачок, да? Ты ведь в основном в циклах говоришься, так? Нет, вообще-то я... Господи, я фактически на собеседовании, а у меня рука рядом с членом. Все как в том моем сне про Алона Шугара и Барсука. У меня есть опыт управления командой. Да, но речь идет про три с лишним сотни человек. Да, но я развил множество способностей в последние три года, которые вполне позволят мне справиться с этим вызовом. Может, это проверка? Но не могу же я правда ей нравиться. Или уловка? Может, это София и Джефф в масках, и все это оплачено MTV и каналом Playboy? Блин, ты посмотри, как я рулю. Я очень круто. Ты уверен, что можно заправляться бензином? Мы обычно заливаем дизельно. По-видимому. Эти малышки ездят на чем угодно. Когда закончим с шопингом, не хочешь немного прогуляться? Только мы двое. Да. Клево. Ты развернись, пока я сейчас вернусь. Блин, по-моему, я люблю ее. По-моему, я влюбился. Или возбудился, что практически то же самое. Завычки Валентина и прочих фильмов. Пошли, мамочка. О да, я на здоровенном джипе. Такова жизнь. Я уже перечислил годовой взнос в Greenpeace, так что я в шоколаде. Только не собака, не собака. Блин, собака. Так, все хорошо. Просто не думай о мертвой собаке. Если я не думаю об этом, всегда есть шанс, что этого не было. Ну, поскакали, ковбой. А где мамочка? Маму? Да, я выпустила ее пописать. А она точно была с нами? Джереми, она была на заднем сидении. Да, она сбежала, наверное. Никуда она не сбежала, потому что я таскаю ее в сумке. Она никогда не убегала. Она дикое животное, ну, знаешь, зов природы. Может, она стала вожаком стаи, лис или... Джесс, это мамочка. Мы не уедем без нее. Зачем я засунул ее в сумку? Нужно было выбросить ее подальше, и все. Мамочка! Давай, Джереми. Мамочка! Мамочка! Мамуля! О господи! Не знаю, что со мной будет, если я потеряла ее. Ну, это ты скоро узнаешь. Мамочка! Мамуля! В последнем квартале в Джейлби я лично добился увеличения продаж на семнадцать процентов. Снова моя подружка Карли. О, мне так грустно, я выпью в гору таблеток. Не-не-не-не-не. Каждый день та же фигня. Я догоню вас. Богатая, приятная семья. Если бы она не была таким ужасным человеком, она бы стала женщиной моей мечты. Марк, если бы что-то сложилось, как быстро бы ты смог бы спрыгнуть? Тебя что-то держит? Шениль бы считается? Нет. Ничего не приходит в голову. Там, где я занимаюсь работой, там и мой дом. Отлично. И похоже, вы с Люси понравились друг другу. Да. Что ты думаешь о ней? Только честно. Что у нее пограничная психопатия. Думаю, что она милая. Это приятно. Я ей передам. Да. Хорошо. Может быть вместо Софии нужно жениться на Люси? Нет. Хватит жениться на всех подряд, Марк. И не нужно на всех жениться. Привет. Это София. Пожалуйста, оставьте сообщение. Автоответчик. Да. Привет, София. Жаль, что не застал тебя. Мальчишник проходит отлично. Пока. Скоро поговорим. Хотя, наверное, не скоро. Потому что я знаю, когда ты занята. И именно тогда и звоню. Знаешь что, Джесс? Малком ищет управляющего в свой клиентский центр в Индии. Так. И? Есть шанс, небольшой, но вполне реальный шанс, что я могу уехать в Индию. И ты знаешь, что это значит? Я не смогу жениться. Нет? Конечно, нет. София не станет просить, чтобы я отказался от такого шанса. А она не может поехать? Нет. Нет. Возникнут проблемы с визой и бесконечной сложности. Нет. Боюсь, это все очень усложнит в наших отношениях с ней. Отлично. Ты молодец, старик. Он колеблется, но еще не повержен. Нужно попросить, чтобы Джерард скинул мое резюме по мылу, и тогда уж добить его мощным ударом. Так ты, значит, уедешь? Ну, Джесс, ну не смотри так. Ты всегда сможешь приехать. Начнешь все сначала, найдешь новую работу. Я мог бы у тебя быть дворецки? Вполне возможно. Я буду Махараджи, а ты моим белым наложником. Наверное, там на десятку можно было жить, как король. Забил бы на все, лежал бы, курил дурь, потом, может быть, немножко прибирался перед твоим переходом. Я бы получил классный контракт. Я недавно приварахлился на Карнами-стрит. Я буду самым клевым челом в Индии. И, может быть, сможем завести маленького слугу. Слуга нам понадобится эти объедки с позавчерашнего вечера. Он ни разу не выносил ведро. Блин, наверняка переполнено использованными презервативами и порнухами. Черт! У нас... У нас мертвое животное в ведре! Знаю, ты не ори так. У нас в ведре мертвая собака! Как это произошло? Не знаю, Марк, но не нужно так об этом кричать. Почему нет? Джереми, это же... Мамочка! Слушай, у меня случилась фигня в джипе. Там коробка такая, ну, сложненькая. Отлично! Прекрасно! Ты убил мамочку! Какого хрена она делает в нашем ведре? Нужно было её спрятать. Аврора заставляла искать её четыре часа. Потом отправила писать объявление. Но ведро Джереми, оно для домашних отходов, а не для любимых животных и так далее. Марк, если я смогу избавиться от трубы собаки, есть ещё шанс, что я всё-таки потрахаюсь. Понятно. Это всё для тебя как игра, значит, да? Горячо-холодно. Как-то это нехорошо. А это и нехорошо, Джесс. Вот поэтому. Но теперь нас точно не вычислят, потому что на ней мог быть микрочип. Точно, нет. Всё под контролем. Моя карьерная перспектива, твои сексуальные надежды – это был самый лучший выход. Сколько от неё пара? Да. Оказалось, собаки в основном состоят из воды. Всё прогорает, а ноги нет. Сдвинь их ближе к середине. Может, лучше будут гореть. Ну, конечно, я должен сдвигать ноги. Если бы ты не отказался платить за жидкость для розжига, сейчас бы уже всё сгорело. Не нужна жидкость для розжига, чтобы жесть собаку, Джереми. А ты откуда знаешь? Чёрт, ухнет. Слушай, мне нужно собраться с мыслями перед встречей с Малькельмом. Нужно закопать её. Тащи лопату. Какую лопату? Ты не захватил лопату? Я что, тебе наёмный убийца собак из мафии, что ли? Ну, супер. То есть у нас ни огня, ни лопаты. Придётся ещё руками копать. Джереми, я на многое готов, чтобы помочь тебе. Но копать голыми руками яму в холодной земле, чтобы ты закопал тело собаки, которую убил – вот это нет. Нужно отнести её к контейнеру для мусора. Бросить и смыться. Как делал, работая почтальоном. К чёрту тебя, Мёрдок. Джереми. Привет. Это последнее объявление. У тебя как успехи? Да всё хорошо, тоже избавился от всех. Продолжай врать, пока не начнём целоваться. Ведь нужно просто охренительное объявление, чтобы нашлась эта собака. Наверное, всё на сегодня. Нужно возвращаться на лодку. Идёшь? Конечно. Чёрт, нужно выбросить улику. Джереми, ты уронил свою сумку? Да, уронил. Спасибо, милая. В виде себя естественно скажу и что случилось сразу, как только кончу. И как вы можете видеть, я вхожу в 10% самых продуктивных работников JLB в течение трёх последних лет. Поэтому... Чёрт. Я его теряю. А если почитаете внизу, увидите, что моё увлечение – история и походы в кино. Я люблю ходить в кино. Конечно, любишь. Все любят. Мужчина, ищущий женщину, должен интересоваться кино, дышать кислородом и превращать поступающий белок в энергию мышц. Привет, ребята. Мы помешали. Нам, наверное, лучше... Соня и Джесс, потусуйся с нами. Есть успехи? Нет. Вообще глухо. Чёрт. Так, пап, пора включать денежный насос. Увеличь вознаграждение. Охренеть! У него с собой мамочка! Он принёс доклую собаку на моё собеседование, придурок долбанный! Извини, Марк, продолжай. О чём ты говорил? Да. Я говорил, что люблю кино. Особенно фильмы Спилберга, Лукаса и того, кто снял обычные подозреваемые. А что в этой сумке? Да мы с Марком на шашлыки ходили. О, шашлык, ням. Осталось что-нибудь? Нет, не осталось. Нет, мы... У вас осталось немножко, я же вижу. Да, он плохо прожарился. Марк зажал жидкость для розжига. Ну, я всегда верен своим принципам. Всегда думай об экономии. Ага. Ну дай, Джесс. Нет, я думаю, что не стоит. Мы ели только сыр и хумус. Что это? Что-то не очень похоже на... Это индейка. Индюшачья нога? Чё, правда? Ну... не идеальный шашлычок. Как-то странно выглядит. В чём дело, Джереми? Да ни в чём. Это просто индейка, вот смотрите. Видите? Непрожаренная, отвратительная индейка. Марк, не хочешь попробовать? Нет, спасибо. На, поешь индюшатинки. Нет, Джереми, это не моя индюшатина. А я думаю, раз я ем индейку, то и ты должен поесть. Твоя же была идея зажарить её. Я совсем не хочу есть индейку, Джереми. Я сыт. Я ем собачью ногу. Так низко я ещё никогда не падал. А что это на ней? Фу, на ней шерсть, Джереми. Шерсть? Да, просто волосатая индейка. Что это? Мамочка. Мамочка, это, наверное, кличка индейки. Так часто бывает. Они съели мамочку. Они сожгли мамочку. Они убили и съели её. Послушайте, Мальком, я перешлю свои данные по электронной почте. Авророчка, я перезвоню. Хиди нахрен, Джереми. Думаю, теперь неважно, что резюмение поместилось на одном листе А4. Блин, не ценит она хорошего отношения. Завелась из ерунды. Я же не маму её съел или папу. Обязательно было есть её? Да не знаю. Я сам себя спрашиваю, но в тот момент вроде показалось, что нужно есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА